Самый юный кандидат в мастера спорта в Алтайском крае. Такой статус Вика получила в 9 лет. К тому времени она уже два года играла в шахматы. Любовь к этой игре привили бабушка и мама. У последней даже был второй разряд. Но так профессионально в шахматы никто в семье не заходил. Это уже целая жизнь, это увлечение уже, которое, я думаю, со мной останется не всегда. И я думаю, что я буду еще старой, у меня будут дети, я буду их учить играть. И мне все равно это будет нравиться. Теперь уже можно говорить уверенно, что дети Вики смогут познать мир шахмат. Долгие годы Федерация шахмат ютилась в историческом здании на Гоголя, хотя изначально это было временным убежищем. Два года назад сооружение признали аварийным и вопрос переезда встал еще острее. Пока, наконец, в 2022 году Федерация шахмат не обрела новый дом. Его площадь в полтора раза больше прежней, поэтому здесь могут заниматься 250 спортсменов. Этот клуб сделали прямо под себя. Здесь проект предусматривал и кратность воздухообмена. Здесь самые современные системы кондиционирования и вентиляции. Японские кентацию и дайчи. Поэтому здесь для спортивных мероприятий очень важен правильный воздухообмен. И здесь он точно сделан. Ну и плюс то, о чем говорил Александр Васильевич, мы сделали тот компьютерный класс, который точно будем аттестовывать. И мы хотим получить первую за Уралом площадку для участия в онлайн-турнирах. Ремонт нового помещения краевого шахматного клуба вошел в региональную адресную инвестиционную программу. На эти цели было выделено почти 30 миллионов рублей. Кроме систем вентиляции здесь новые столы, фигуры и доски. С таким комфортом уверены тренеры, алтайские шахматисты смогут выйти на новый уровень и принимать крупные соревнования. Так как ориентир с Европой переходит на Азию. В середине января мы все надеемся, что Азиатская конфедерация шахмат примет Федерацию шахмата России в свои члены. И тогда автоматически, априори, центр все-таки будет немножко смещаться в сторону Азии. И, безусловно, те мероприятия, которые здесь уже проходят и будут еще проводиться, они, безусловно, будут носить не только краевой характер, и не только всероссийский характер, но и естественно-мышленародный. У алтайских шахматистов горят глаза от таких перспектив. Новое здание подарит не только комфортную игру, но и расширение спортивных границ. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.